Девочки, всем привет! Снимаю косметичку на октябрь месяц. С этим вам интересно. Я приглашаю вас к просмотру. Как всегда, я начинаю свой макияж с базы под макияж. У меня будет три штучки. Первая это база от марки Комплимент, которая находится у меня в проекте Project Pen. Еще одна база тоже из проекта Project Pen, это от Белит Витекс. Блюр Фондейшн. Это уже силиконовая, на силиконовой основе. И Новосвет Крем Праймер Гиалуроновый. Такой вот, он тоже кремовый. Ой. Возьму его вместо вот этого, когда закончится. Байзам для губ, буду добивать из магазина Атак. Его тут осталось совсем чуть-чуть. Надо уже добить и взять другой. Значит, для бровей у меня будет два карандашика. Это огрызочек от марки Artvisage в 403 оттенке. Он имеет вот такой вот оттенок. Немножко такой тепловатый на моих бровях, простите. Но слишком рыжим он не смотрится. И в пару к нему я беру карандашик от марки Lila. В тоне 54. Он такой более потемней. У меня карандаш сломался. Вот такой вот оттенок. То есть, вместе они сочетаются идеально. Дальше база под... А, нет. Гель для бровей у меня от Lavelle Collection. Мне этот гель нравится. Хорошо фиксируем брови. В течение дня никуда у меня не исчезает, не пропадает. База под макияж у меня будет три. И это одна сайта косметики Dara Beauty Kiss. Это либо подделка, либо это какая-то у них своя дешевая марка. Но хороший праймер, хорошая база под тени. И, как это правильно назвать-то, фиксирующая основа под тени. Это Artvisage Color Fix. Ну, база, то есть, для меня остается так же посредственной. В принципе, неплохая тень, держит неплохо, но не все тени на ней держатся весь день. И однушка в качестве базы... Я бы сказала, так сказать, усилитель теней, цвета теней. Это однушка от Color Tattoo в номере 45. Беленькая. Использую ее тоже как базу. Дальше. Тени. По однушкам теней давайте пройдемся. Наверное, у меня будет одна однушка и одна двушка, так скажем. Значит, тень я беру NYX, однушка. У меня в номере HS17, Drist2Kill. Вот в таком оттеночке. Так, давайте. Так, поставим. Вот такой оттенок этой однушки. Он такой сиреневый. Сиреневые оттенки я люблю. Пользуюсь им с большим удовольствием. Двушку я взяла от марки Faros. У меня в оттенке 21. Классные тенюшки, здоровские. Я им уже с ними работала. Мне они нравятся, тушуются хорошо. Единственное, что сначала лучше с этими тенями сделать макияж глаз. Так как тени могут осыпаться. И если вы попытаетесь их убрать с век. Вернее, ну, под глазками осыпашки. То будьте готовы, что все это у вас будет размазано под глазами. Вот это до хрома оттенок. Ну, в принципе, это тоже. Такие вот оттенки. Так. И переходим уже теперь к палеткам. Теней. Палетки будут следующие. Первая палетка будет моя относительная, так скажем, новиночка. Это марка Dodo Girl. Diamond Eyeshadow. У меня она идет в номере 03. Эта палетка меня привлекла своими оттенками. Красивая палетра. Итак, сейчас я вам покажу вот эту палеточку. Здесь минус в том, что рефилы могут замыливаться. Набираются, так скажем, слабовато. Приходится наслаивать, но нужно смотреть все на глазах, то есть в деле. Как они будут смотреться уже на деле. Вот так вот выглядят сводчи этой палетки. Оттенки достаточно красивые, но видите, светлые оттенки достаточно слабоватые. И вторую палетку, которую я беру, по которой я очень соскучилась, это марка Essence. Magical Forest у меня в оттенке 0.7. Вот такие тут оттенки, как бы будут на контрасте с этой палеткой у меня работать. Здесь не видно моей двушки. Давайте тогда вот так, наверное, сейчас сделаем. Чтобы тени были видны все-таки. Хочется, чтобы все было видно. Вот такие вот оттенки в этой палетке. И вот такие тени у меня будут на октябрь месяц. Так, стираю сводчи и смотрим дальше. Дальше подводка для глаз у меня будет одна. Это от марки WSR, покупала в магазине L'Etoile. Неплохая подводка, но у меня не устраивает в ней наконечник, кончик. Дальше туши. Туши у меня остаются... А, давайте с праймера начнем, наверное, да? Праймер у меня будет от Vivienne Zabokam Cabaret. Хороший праймер, мне нравится. Ничем не уступает праймеру или сыворотке от Evelyn. Нравится, буду пользоваться дальше. Как, так скажем... Ну, это как бы тушь, но я использую как... Вспомогательную, короче, под основную тушь. Это а-ля Giorgio Armani. Но это, конечно же, не оригинал. Оригинал, это подделка. Хорошая тоже тушь. Хорошо она удлиняет. И на нее ложится очень хорошо основная тушь. Тушь от Vivienne Zabokam Cabaret у меня остается. Так, наверное, неправильно вам показываю. Вот так все-таки надо правильно показывать. Все отсвечивает. Это у меня в синем оттенке тушь. Но как-то сильно руки к синим тушам у меня особо не тянутся. Остается тушь от Parise. Хорошая тушь. Дает удлинение, подкручивание. Есть объем, но не такой, как, например, в Maybelline. В туши, которая такая пухленькая, желтенькая. Также тушь от Ariflame, которую мне дарили. Хорошая тушь. Мне нравится, как она удлиняет реснички. Тоже придает мне большой объем. Но единственный минус, она их склеивает. В целом тушь мне понравилась. Пользуюсь так же с большим удовольствием. И тушь, которая мне очень полюбилась. Которая похожа на как раз-таки тушь Maybelline. Вот этой вот желтой серии. Вот такие у них есть туши. И эта тушь Ruta. Экстремальное удлинение и панорамное подкручивание. И что-то там еще. Мы моделируемый объем без комочков и осыпаний. Витамином Е силиконовая щеточка. Здесь я со всеми пунктами согласна. Классная тушь. Объем, удлинение. Шикарные кукольные ресницы. Нравятся безумно пышные. Крутые дают реснички. Я с большим удовольствием пользуюсь. И мне нравится. Дальше будет у меня три карандашика для глаз. Ну, я больше для слизистой века использую. Это черный карандаш от Essence. Вот такой. Давайте сами нарисуем. Ну, это обычный черный карандаш. Ничего в нем такого. Хорошо он прокрашивает слизистую, но карандаши на слизистых у меня не держатся. Синий карандашик из проекта Project Pen. Карандашик, кстати, тоже из проекта Project Pen. У меня от Vivienne Sabo в тоне 0,7. Такой синий-голубой карандаш какой-то. Тоже давайте нарисуем. Вот такой оттенок. Красиво тоже смотрится на слизистой. Особенно с розовыми оттенками теней. И зеленый также от Vivienne Sabo в оттеночке 0,8. Тоже он мне понравился. Давайте рядышком. Нарисую. Так, камера. Как-то я к ним привыкла. Пользуюсь ими уже теперь на постоянной основе. Дальше консилеры. У меня будет консилер от Catrice Camouflage в тоне 0,20 Light Beige. Классный консилер. Не зря его одно время девочки хвалили. До сих пор хвалят. Я его взяла в проект Project Pen на смену от Maybelline, который Eraser. Пользуюсь с удовольствием. Тоже претензий, нареканий к нему нет. Что не могу сказать о Maybelline Fit. В целом мне нравится этот продукт. У меня в 0,5 оттенки. Единственное, что он мне стал западать в поры. Поэтому я сначала наношу консилер под глазки, а сверху уже тональный крем. Тогда это не так заметно. Что у меня он забивается в поры. И... То есть, как бы кроме этого минуса, больше для меня в нем минусов нет. Если же я этот консилер наношу поверх тонального крема, то, естественно, видно, что он прям забивается у меня в поры. Забит в поры. И тональные крема. Значит, тройка тональных кремов, которые я буду между собой смешивать. Значит, это крем из проекта Artvisage BB Cream в 32 оттенке. Он мне темный. Я сейчас их вам покажу. Звучи. Так, сейчас, девочки, секунду. Руку подсушу немножко. То есть, этот оттенок мне темный тонального. И этот оттенок у меня... Это, вообще-то, как бы, марка L'Oreal. Бонжурно Диста. У меня здесь написано, что BB Fluid. Оттенок бежевый. Да, это Fluid. Оттенок бежевый. Здесь написано, что медиум. Я согласна, что он больше медиум. Как самостоятельную единицу этот оттенок я использовать не могу. Он залипает на кожу и распределить его невозможно. Он дает очень темный оттенок. Такой, знаете, даже такой, какой-то темно... Ну, такой... Бежево-оранжевый, что ли, какой-то. В общем, как будто вы просто сгорели на солнце. И у вас вот такое вот лицо. И смешиваю я его, вот эти два средства, вот этим вот, тональным кремом от марки Fit Me Maybelline. Значит, оттенок сотый фарфоровый. И дает он мне тот оттенок, который мне нужен. При смешении этих двух. Значит, что могу сказать по этим тональникам? Сейчас я их вам распределю и покажу оттенки. То есть, вы понимаете разницу оттенков, да? Если вот этот смешать вот с этим оттенком, у меня получается идеальный оттенок. Но если я смешиваю вот этот оттенок и вот этот, получается оттенок... Лососевый оттенок, забыла, как называется. Лососевый оттенок, что мне на коже не очень нравится. Поэтому я их хочу смешать между собой. Буду как-то смешивать. Правда, я не знаю, что из этого получится. Насколько это будет гармонично смотреться. Вот. Все три средства смешала. Вот. Я их хочу попробовать втроем, вместе поиграться с ними. Так как каждый по оттенку для меня не совсем подходит. И беру вот такой вот биби-крем от марки IMAGES. Какой тут тон, я не знаю. 30 грамм в этом тональном средстве, в этой биби. Мне он не совсем понравился. Он достаточно так плотненько ложится на кожу. И такой вот оттенок. Он как бы как резиновый такой по текстуре. То есть, вот видите, он достаточно плотно ложится. И мне он западает в поры. Я его, конечно же, может быть, возможно, даже буду разбавлять с вот этим вот тональником, чтобы он не был таким резиновым по текстуре. Дальше. Пудра. Я беру все из проекта Project Pen. Это рисовая пудра от марки Reverse. Белая рассыпчатая пудра. Ее возьму. Дальше марка Belle. В оттенке 0,3. Он уходит в розовинку. Мне это не очень нравится. И она у меня, девочки, раскрошилась. Это пудра. Возможно, я ее размолочу и буду использовать как рассыпчатую. И пудра от марки Artvisage в оттенке 0,4. Тоже буду использовать, тем более в конце октября делать отчет. И хочу немножко побольше продуктов поиспользовать. Бронзер у меня все тот же от марки Belle. У меня в оттенке 0,20. Мне он очень нравится. Он может давать рожанку, но если его наносить достаточно деликатно, то сильной рожаны у вас на лице не будет. А будет очень даже такое красивое бронзирование лица. Дальше скульптора. Я оставляю все те же спрятки Project Pen. Это марка Faras. Вот этот скульптор. Кстати, палетка у меня в 0,2 оттенке. Вот этот скульптор. Хороший скульптор. Мне нравится. Я им полностью довольна. Вот он. Хорошо растушевывается. И два скульптора из палетки Rubirous. Два пудровых вот этих скульптора. Это Pyramid и Light Sand. И этот сильно в рыжий может уходить. Его у нас совсем чуть-чуть наносить, но хорошо растушевывается. И этот более такой лайтовый, я бы сказала. Так. Давайте вам сделаю свотч. Пару свотч уже делать неудобно. Так как хорошо уже под... Затерла я палетку. Вот они два скульптора. Дальше. На румяну у меня остаются из вот этой палетки три штуки. К вот этим вот я, кстати, приноровилась. Очень красивый, дает оттенок. Тоже их... Ну, включила, так скажем, в проект. Конечно, здесь у меня будет не полностью их использовать, а хотя бы дойти до донышка. Постараться, да? Насколько смогу использовать. Вот такие три оттенка румян. Румяна, которые... В которых я уже увидела донышко. Это Вен Собо 21 оттенок. Наконец-то! Мои неубиваемые румяна. Деликатные, но при желании можно переборщить. У меня тут отлетела крышка, сломалась. Румяна, которые мне безумно понравились, это марка Artvisage. В оттенке 105. Вот такие вот оттенки румян. И взяла еще одни румяна от марки Ruta. В оттенке 0.1 у меня. Многие эти румяна хвалят. Особенно Зариночка. Зарина, большой тебе привет! По твоей наводке, в принципе, купила эти румяна. Красивый оттенок. Они с сатиновым финишем. Я сейчас приноровилась с сатиновым румяном. Вот. Все оттенки румян, которые у меня будут на октябрь месяц. Я думаю, мне этого вполне хватит. Дальше. Хайлайтеры остались у нас с вами. Ну, хайлайтер из вот этой палетки Париса. Ой, Фаррест, простите. Почему-то я Парису вспомнила. Хайлайтер Руби Роуз, которому почему-то рука мне вообще абсолютно не тянется. Одно время тянулась, но сейчас как-то не тянется. Хайлайтер Джей Кит Бьюти. Вот тут номер. Это золотистый оттенок. Сейчас на осень для меня золотистые оттенки самые то. Очень красивый, дает свечение. Мне безумно нравится. Он очень мягкий по текстуре. Шикарный оттенок. Я им безумно довольна. И хайлайтер от Революшн. Вот это вот сиреневое холодное сердечко, но с такими сиреневыми макияжами. Он очень хорошо, красиво смотрится на коже. Мне безумно нравится. Также пользуюсь большим удовольствием. Вот такая вот красота будет у меня сверкать. И, конечно же, куда без палетки хайлайтеров от маркера Берус. Здесь я пользуюсь конкретно как хайлайтером вот этим оттенком. Его можно как и тени использовать. То есть, посмотрите, какое свечение дает красивое. И беру палетку хайлайтеров а-ля Сов Икс, а-ля Революшн. Заказывала на сайте косметики даром. Это не оригинал, конечно же. Это подделка. Кто-то ими доволен, кто-то нет. Но я буду пробовать. Конечно, возможно, оригинал и подделка, они отличаются, естественно. Но посверкать я люблю. Поэтому столько много хайлайтеров беру. Так, палетка хайлайтеров. Девочки, подальше отъеду, чтобы вам было все видно. Так. Вот такие вот оттенки хайлайтеров у меня будут на месяц октябрь. Мне этого хватит даже слишком. Поэтому с большим удовольствием буду краситься и радоваться. Ну что же, первую часть косметички, как всегда, мы с вами закончим. Потому что впереди будет помада. Помады близкого будет много. Не хочу все делать в одном видео, поэтому ждите вторую часть.